Я хочу поговорить тоже о достаточно значимом вопросе в лечении пациентов метастатическим раком почки и как раз о метастазоктомии. И начать свое сообщение хочу с клинического наблюдения. В нашей клинике с 2010 года наблюдается пациент. В 2010 году у него впервые был установлен диагноз рака почки. По данным компьютерной томографии органов брюшной полости, опухоль правой почки располагалась в нижнем сегменте. Размеры опухоли 56 на 44 мм. Пациенту в 2010 году была выполнена нефрактомия справа. При гистологическом исследовании картина светлоклеточного почечно-клеточного рака. Опухоль прорастала в прилежащую паранефральную клетчатку. Ипатоморфологический диагноз звучал как рак правой почки ПТ3АН0М0, состояние после выполнения нефрактомии. Пациент наблюдался до 2019 года без признаков прогрессирования опухолевого процесса. Однако при выполнении очередной компьютерной томографии в 2019 году в теле левого надпочечника было выявлено образование овальной формы, расцененное как метастаз. Скажу заранее, что тактика по этому пациенту определялась коллегиально с участием химиотерапевтов и специалистов лучевой терапии на каждом из этапов лечения. И в 2019 году пациенту было рекомендовано выполнение хирургического лечения по поводу одиночного метастаза. И в июле 2019 года выполнено ретроперитонеоскопическим доступом адреналоктомия. При морфологическом исследовании также получена картина светлоклеточного почечноклеточного рака, расцененная как метастаз. Через полтора года, практически через полтора года, по данным компьютерной томографии, у пациента было выявлено образование в левой доле щитовидной железы. Выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия выявленного патологического очага. Верифицирована цитологическая картина эпителиальной опухоли. Также после обсуждения лечебной тактики коллегиально пациенту было рекомендовано выполнение хирургического лечения. И в декабре 2020 года пациент был прооперирован в объеме тиреоидоктомии. Морфологическое исследование также подтвердило наличие метастаза почечноклеточного рака. Однако на очередном контрольном обследовании в апреле 2021 года, по данным ультразвукового исследования, которое потом дополнительно подтвердила и компьютерная томография шеи, было выявлено наличие метастатически измененного лимфатического узла шеи слева. Пациенту было предложено и в последующем выполнено футлярно-фасциальное иссечение клетчатки лимфатических узлов шеи слева. И при морфологическом исследовании также подтверждена картина почечноклеточного рака. За пациентом продолжалось динамическое наблюдение. И в сентябре 2021 года также было диагностировано дальнейшее прогрессирование онкологического процесса. Теперь уже только по результатам компьютерной томографии в зоне удаленного левого надпочечника и также в мягких тканях по задней поверхности в зоне, как мы в последующем расценили установки портов, после выполнения лапароскопического вмешательства были обнаружены рецидивные очаги. И здесь перед нами в очередной раз стал вопрос, как вести этого пациента, какую лечебную тактику предложить нашему пациенту. Расценивать его как олигопрогрессирование и предлагать в очередной раз метастазотомию или рассматривать этого пациента как метастатического пациента и предлагать лекарственную терапию. И здесь я хочу остановиться более подробно уже на анализе литературы и начать, конечно, с клинических рекомендаций, согласно которых хирургическое удаление метастазов рака почки показано пациентам с литарными или единичными очагами любой локализации при условии, если они будут прооперированы радикально. Целью данного лечения является удаление всех определяемых очагов и улучшение качества жизни пациентов. Немного слов не могу не сказать о тактике метастазоктомии, которая берет свое начало еще в начале прошлого столетия. И лестно отметить, что одна из нозологий являлась как раз светлоклеточная почечноклеточная карцинома, с которой началась эра метастазоктомия в онкоурологии. Если мы сегодня взглянем с вами на количество публикаций по данной проблематике в ПАП-Меде, мы видим, что за последние десятилетия отмечается резкое увеличение публикаций по данному вопросу разного характера. Но приведу одно из самых первых клинических наблюдений, которая включала 91 пациента, которые были стратифицированы на две группы пациента, которым выполнялась циторедуктивная нефрактомия в комбинации с метастазоктомией по поводу метастатического почечноклеточного рака. И вторая категория пациентов, которым выполнялась только циторедуктивная операция. Авторы приводят следующие данные, согласно которым, медиана выживаемости у пациентов в группе с выполняемой метастазоктомией составляла 30 месяцев против 12 месяцев у пациентов, которые подвергались только циторедуктивной нефрактомии. Один из самых первых анализов, посвященный данному вопросу, был представлен в 2017 году коллективом авторов из урологической клиники в Соединенных Штатах. Данный метаанализ включал 8 когортных исследований, охватывающие почти 25-летний период наблюдения, включал в исследования более 2000 пациентов, которые были прооперированы в объеме полной метастазоктомии, и вторая группа пациентов, которым выполнялась неполная хирургическая метастазоктомия. Авторы приводят данные, согласно которым, медиана общей выживаемости у пациентов в группе, получивших полную метастазоктомию, составляла от 36 до 142 месяцев, в то время как у пациентов, получавших неполную метастазоктомию, эти цифры не превышали 27 месяцев. Кроме того, было показано, что полная хирургическая метастазоктомия снижает риск смертности от всех причин в сравнении с неполной хирургической метастазоктомией. Не менее интересные результаты приведены и в другом систематическом обзоре, опубликованном в 2021 году тайваньскими коллегами, которые включили в анализ 17 публикаций и показали преимущество общей выживаемости у пациентов, которым выполнялась метастазоктомия в сравнении с теми пациентами, которым этот объем не был проведен. Стоит сказать, что все приводимые исследования и приводимые анализы носили ретроспективный характер и проводились в ЭРУ, когда мы лечили пациентов с применением цитокинов. Одно из первых исследований, которое было опубликовано в 2020 году под руководством профессора Лайена, которое включало в себя 586 пациентов с метастатическим почечноклеточным раком, которым выполнялась метастазоктомия, и вторая категория включала пациентов, которым проводилась только системная терапия. Авторы сообщают о двухлетней канцерспецифической выживаемости, которая была выше в группе пациентов, получавших метастазоктомию, и значение канцерспецифической выживаемости в этой группе составляли 84% против пациентов, получавших только лекарственную терапию. Кроме того, дополнительно они сообщают о том, что метастазоктомия снижала вероятность смерти от почечноклеточного рака и делают выводы о том, что метастазоктомия улучшает канцерспецифическую выживаемость в постцитокиновую эпоху. Не менее интересные данные были получены нашими немецкими коллегами и представлены в литературе в 2022 году. Исследование включало 205 пациентов с метастатическим почечноклеточным раком, с малым объемом метастатического поражения. Одна группа пациентов получала только метастазоктомию, вторая группа пациентов получала системную терапию ингибиторами ТКИ, и вторая подгруппа получала иммунотерапию. Как приводятся следующие результаты, что метастазоктомия в первой линии улучшает показатель безрецидивной выживаемости в сравнении с монотерапией ингибиторами ТИРОЗИНКИНАС и также у пациентов, получавших иммунотерапию. Кроме того, метастазоктомия в первой линии была связана со значительным преимуществом канцерспецифической выживаемости по сравнению с системной терапией как ингибиторами ТИРОЗИНКИНАС, так и иммуноонкологическими препаратами. Но стоит сказать, что далеко не все исследования показали преимущество метастазоктомии у всех пациентов. Как приводят авторы исследования, опубликованных в 2019 году, основанное на лечении 74 пациентов с метастатическим почечноклеточным раком, которые были стратифицированы также в две группы риска, которым выполняли метастазоктомию и не выполняли метастазоктомию, медиана общей выживаемости в группе метастазоктомии составляла 98 месяцев против группы пациентов, которым метастазоктомия не выполнялась. Однако при проведении более детального анализа, основанного на критериях АМДС, медиана общей выживаемости была выше только в группе пациентов благоприятного прогноза. В последующем приводилось много клинических исследований, а также ретроспективных анализов, в которых пытались определить наиболее оптимальных кандидатов, которым может быть рекомендовано выполнение метастазоктомии. Остановлюсь на одном из исследований, опубликованных сравнительно недавно, в 2021 году, нашими коллегами из Токийского университета, которые определяли критерии отбора пациентов для метастазоктомии, как наличие у пациентов солитарных или олигометастазов, либо наличие симптомных метастазов, резко снижающих качество жизни пациентов, наличие метастазов, устойчивых к проведению лучевой терапии или ранее проводимому лекарственному лечению, и пациентов, которым может быть проведено хирургическое лечение с полной резерцией при низком уровне развития осложнений. Таким образом, возвращаясь снова к лечению нашего пациента, в сентябре 2021 года мы приняли решение вести нашего больного как пациента с олигопрогрессированием и предложили ему хирургическое лечение. Пациенту было выполнено иссечение рубцовых тканей в ложе удаленного левонокочника и метастазоктомии мягких тканей. При морфологическом исследовании также картина была верифицирована как метастазы светлоклеточного рака. К сожалению, в сентябре 2022 года, практически через год после проведения последнего хирургического лечения, по данным обследования, у пациента было вновь диагностировано дальнейшее прогрессирование онкологического процесса, множественные метастазы в ножках диафрагмы слева, также в области нижнего полюса селезенки и метастазы в костях и в теле правого надпочечника. В данном случае пациент был рассмотрен как метастатический, определена группа благоприятного прогноза и пациенту была рекомендована лекарственная терапия в первой линии. По настоящее время пациент получает лекарственную терапию с унитенибом в стандартной дозировке. Таким образом, в заключении хотелось бы определить, дополнительно проговорить и определить критерии метастазоктомии. Метастазоктомия показана пациентам при условии наличия солитарных или единичных метастазов. Кроме того, пациентов, имеющих симптомные метастазы с палеотивной целью, метастазоктомия позволяет отсрочить время до назначения системной терапии у отобранных больных и снизить токсичность лекарственной терапии. И на текущий момент необходимы дальнейшие проспективные исследования, которые помогут определить портрет пациентов, которые будут иметь выигрыш от проведения данной хирургической тактики. Скажите, у меня вопрос, почему сунетениб в вашем пациенту назначили? Пациенту была рекомендована терапия первой линии, но он у нас проживает в другом регионе, и пациенту ничего не нашли нового, как назначить ему сунетениб. Поскольку переносит у него удовлетворительное, менять схему терапии мы уже не стали. Я бы рекомендовал во второй линии тогда иммунотерапию, я бы ломал. Да, мы рассматриваем этот вопрос на случай последующей прогрессии у пациента. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...